Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль BMW E60 полный привод 3 литровый, двигатель N52, пробег на автомобиле 196 тысяч километров Заменим на этом автомобиле прокладку теплообменника и прокладку масляного стакана Бежит, ну Владельцы этих автомобилей знают, что это у них регулярно происходит Приподнимаем автомобиль Выкачаем антифриз из расширительного бачка и будем снимать диффузор Откручиваем вот эту планочку Torx T30 Все вот эти болты снимаем и отводим ее в сторону Открутил Снимаем ее и отводим в сторону Для чего это нам надо Сейчас здесь тряпочку постелим, чтобы не царапать и снимаем диффузор Хотя с другой стороны Хотя с другой стороны Попробуем мы не снимать диффузор Попробуем и так добраться до этого теплообменника Открутить его снизу Сняли крышку Вот у нас крепление Теплообменника Три болта Два сверху И один снизу Я думаю, что Нам этого будет достаточно Сейчас шприцом Выкачиваю антифриз Из расширительного бачка Возьму шприцом Затяну антифриз Затяну антифриз Слилось примерно С расширительного бачка Литров около трех Я думаю, этого будет достаточно Ну а теперь Откручиваем Болты Здесь головочка Ешка Головка Е12 Болты Здесь через карданчик подлезу. Все нормально, мы подобрались, не надо здесь никакой диффузор снимать, но вот эту планку достаточно снять. Добавляю снизу. Сейчас у нас побежит немножко масла и немножко антифриза. Подталкиваем под теплообменник на ремень. Потом не забываем ее убрать. Подталкиваем. Добавляю снизу. 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 Вот, чтобы вовнутрь не попадало. И дальше уже прочистим ее и помоем. Вон даже в ванночке масло стоит. Это вот именно отсюда затягивает туда. Снимаем прокладку. Добавляю снизу. Добавляю снизу. Прокладка уже обдавлена и начала пропускать. Есть здесь на стакане три болта. Один сверху. Один здесь с торца снизу. И один здесь. Вот я датчик снял. Сейчас покажу где он. Вот он сверху под воздуховодом. Головка отсюда не подлазит. Сейчас снимем крышку защитной с клапанной крышки. И уже, я думаю, что мы ключиком Ешкой сможем подобраться. Т-45. Откручиваем болты. Ого! Добавляю. Снять. Снять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Болт восьмерка Болты конечно лучше бы, если брать прокладки сразу и заменить эти болты КОНЕЦ все третий болт мы сняли теперь разъединяем патрубок от стакана и снимем стакан масло вытекает пусть выбегает смою маленький разъем масло вытекает патрубок от стакана и нарезаем патрубок от стакана масло вытекает патрубок от стакана и сахар Грязью забился Смажу силиконовой смазкой резинку Чтоб она не задиралась Силикон проник Легко сошла Крутил-крутил Ну а теперь Вот это чудо моем Пока его не кручу Снимаем прокладку Отмою, потом уже покажу Моем так, чтобы вовнутрь не попадало Площадки почистил Корпус масляного фильтра Помыл Протру Обезжиривателем Обычный обезжириватель Устанавливаем Новые прокладки Теплообменника У нас прокладка идет Оригинальная 1142 86 37 820 А вторая у нас идет фирмы Эллинг 504 530 Это на стакан Устанавливаем Устанавливаем Их В стакан Стакан тоже помыли Здесь прокладка Прокладка имеет Прорезь А она новая Она уже была Продавлена Этой прорези Даже Не видно было Аккуратненько По всему периметру В паз ее Устанавливаем Вот так вот Она сидит И так же В теплообменник Устанавливаем На место Патрубок Я почистил Сейчас силиконом Брызну И защелкиваю Патрубок КОНЕЦ КОНЕЦ Все, нажавил всех 3 болта Теперь мы их протягиваем Ну все, я подтянул Вот этот болт, конечно, задний Очень неудобно, приходится лазить через эти воздуховоды Ну все, затянул, устанавливаем на место датчик И устанавливаем на место теплообменник КОНЕЦ КОНЕЦ Так, все, теплообменник я затянул Сдуваем с ремня грязь, которая все-таки у нас нападала, чтобы не попала Закрываем крышку И устанавливаем накладку КОНЕЦ Наживляем, закручиваем все болты Заливаем антифриз И заводим пробы КОНЕЦ 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 Все сухо А теперь можно отмывать все эти подтеки На этом все, прокладки теплообменника мы заменили Всего вам доброго